Вы знаете, что в дореволюционном алфавите был ряд букв, которые потом были ликвидированы после революции, да? В частности, буква «Ять», например. Вы, конечно, читали книги вот этой старой дореволюционной печати, да? Буква «Ять» что означает? Какой звук в них? Или вы не читали таких книг? Ну так что, какой звук-то? «Е», конечно. Почему в одних случаях надо писать «Ять», а в других «Е»? В чем дело? А не почему? Вот так надо было писать. Это так называемые исторические написания. И правила на это никакого не было. Надо было просто помнить наизусть, какие слова надлежит писать через «Ять». Ну, гимназисты бедные, конечно, пытались как-то исхитриться, они сочинили даже стишок, я его не помню, я в гимназии не обучался, понятно. Что-то такое «бедный, бледный, белый бес убежал поспешно в лес». Вот это все слова, которые через «Ять» надо писать. Длинный стих, здесь слов много. А между тем правило существует. И оно совсем простенькое. Но, к сожалению, для того, чтобы им пользоваться, надо знать два языка. Русский и украинский. А в чем тут дело? Значит, правило вот такое. Те однокорневые слова, которые в русском языке произносятся через «Е», а в украинском через «И», надлежит писать через «Ять». Ну, например, тот же «Бес», по-украински это будет «Бис». Или «Белый», «Билый» будет. Значит, пишем через «Ять». А «Дерево» по-украински будет «Дерево». Пишем через «Е», неукоснительно. Вот и все, вся премудрость. А в чем дело? А дело в том, что в том общем языке предки, ну, назовем его «правосточнославянским», чтобы не обижать ни украинцев, ни белорусов. Обычно у нас его называют «древнерусским», но украинцы на это обижаются, проявим политкорректность. Назовем его «правосточнославянским». Там был особенный звук. Средний между «Е» и «И». И вот для него-то и была придумана эта самая буква «Ять». Потом, когда эти языки стали расходиться, то есть в одном случае образовалось «Е», в другом «И». Вот и все. А сохранилось историческое написание, так называемое. Историческое написание — это совсем не шутки. Потому что вы, конечно, вы все, наверное, или почти все учите английский язык. Вы знаете, что произносите совсем не то, что написано. А почему? А потому что историческое написание. Потому что англичане не реформировали свою орфографию с XIII века. Вот любители традиций. Вот теперь их детки расплачиваются за это горькими слезами и бойками. Или что там ставят в этих случаях в английских школах. Потому что правил никаких нету на это. Надо просто помнить, как какое слово пишется. Вот и все. Оказывается, реформы надо тоже проводить вовремя. Это очень важно. И, кстати, вот эта реформа русского правописания, посереволюционная, она была подготовлена еще до революции. Очень крупными лингвистами. И временное правительство собиралось уже ее провести, да не успело просто. Так что это была одна из очень немногих разумных реформ, проведенных большевиками. А, повторяю, на самом деле, она была готова еще в дореволюционные времена. Вот вам пример такого закономерного расхождения. Конечно, это пример достаточно очевидный. Тут не надо быть даже лингвистом. Когда вам покажут это, вы сразу поймете, в чем дело. На самом деле, часто все это совсем не так просто. И вот по этой-то причине, вот сейчас, вот, например, по телевидению, прессе, крики, что вот заимствование портит русский язык, они вот заполонили весь русский язык и так далее, и так далее. Дело в том, что в любом большом и нормально разогретом языке заимствования составляют до 40%. Это тоже мало кому известно. И в русском языке тоже. Просто это слова, к которым мы давно привыкли, и воспринимаем их как вот исконно наши. Вот и весь разговор. Конечно, никому не приходит в голову, что слово «хлеб» заимствованы из германских языков. Почему вообще заимствуют слова? Ну, трудно сказать. Тут пытались это все объяснить. Мода. Нет такого слова в своем языке, такого, конечно, не может быть. Такое слово должно было быть в славянском языке. Хлеб, так сказать, все едят, и у всех должно быть соответствующее слово. Ну, вот что-то такое, это какой-то был особенный хлеб, может быть. И самое смешное, что русское слово «хлеб» состоит в родстве с английским словом «лорд». Вам этого не объясняли, англисты? Нет? Нет? А почему? Как это получилось? Потому что в старом английском языке «лорд» звучит как «хлафорд». «Хлафорд» — это домохозяин, это человек, который сидит во главе стола и раздает ломти хлеба. «Хлаф» — это ломти хлеба. А как он в современном английском языке называется? «Брэд». А? «Кет»? «Брэд». «Брэд». Нет. Ломать хлеба. Как называется? «Лов». Да? «Лов». Вот отсюда и родство. Английский язык — германский. Кстати, английский язык тоже прошел очень длинный и сложный путь в этом плане. Сначала там жили вот эти самые праевропейцы, потом там жили кельтские народы, потом туда пришли германцы, потом туда приходили норманны, потом туда приходили норманны из Франции, которые говорили по-французски. Вот есть такая очень забавная история. С чего начинается судебный процесс в Англии? Выходит судебный пристав, ударяет жезлом в пол и говорит «ОЭС». А что такое «ОЭС»? О, да, да? При чем здесь это? Совершенно непонятно, да? А он на самом деле говорит по-старо-французски. Он говорит «Внемлите, слушайте». И это вполне уместное воззвание публики, сидящей в суде. В английском языке очень много вот таких вот неожиданных слов, которые не имеют английских этимологий. Ну и в русском языке на самом деле их гораздо больше, чем мы думаем. Слово «князь» заимствованное, слово «витязь» заимствованное, слово «богатырь» заимствованное. Ну самые такие, казалось бы, самые, что ни на есть, древнерусские слова. «Князь» и «витязь» — это из варяжского языка, а «богатырь» — это из тюркских языков и так далее. Бахадур. А «князь» — это конунг, «витязь» — это викинг и так далее. Так что греха в этом нет. Вопрос употребления иностранных слов — это вопрос вкуса, это вопрос общей культуры. Вот тут у нас действительно с этим дело обстоит плохо. У нас часто употребляют иностранные слова не потому, что надо. Ну чем вы замените слово «компьютер»? Ничем. Не замените уже. А, скажем, там презентацию, вполне можно было бы обойтись и без нее. Без этого слова. То есть это вопрос вкуса и общей культуры. Не надо, конечно, без надобности щеголять этими наземными словами, но и бояться их не надо тоже. Не они портят язык. Портят язык без культуре. Вот это портит. И последний пункт, на котором мы должны остановиться из этих... Значит, мы взяли, мы вывесили. Значит, ростово физическое, ростово языковое, ростово культурное. Как обстоит дело с культурой? Это результат культуры любого народа, результат саморазвития, внутреннего развития вот его культуры и культурного обмена с другими народами. Культура, замкнувшаяся в себе, она или просто умирает, или в лучшем случае впадает в такую литургию. У нас сейчас, это выдается за большой патриотизм, можно сказать, мы должны отгородиться от плетворного влияния Запада и прочие всякие подобные вещи. Это гибель культуры, всякое отгораживание. Настоящая, мощная и разнообразная культура все эти вещи воспринимает, переваривает, преобразует и с пользой употребляет. В сущности говоря, говорят, что нам не надо ничего, ни у кого заимствовать, мы расписываемся в том, что мы боимся этого. Вот этого не надо делать. Еще раз повторяю. И история показывает нам, что наиболее жизнеспособными, наиболее цветущими были культуры, вот как раз такие многообразные культуры, которые восприняли в себя много разных культур. Ну и еще, что касается вот такой его общей информации по этому поводу, с религиями. Как обстоит дело с религиями? Ну, религия — это важная составная часть любой культуры, естественно. С религиями надо иметь в виду вот что. Ну, во-первых, все религии, которые существуют ныне, они возникли на Востоке. И вообще все основные культурные, так сказать, наши культурные ценности — государства, религиями, законы, календарь, науки, искусство, литература и прочее, и прочее, и прочее. Все это возникло в Востоке. Поэтому историю Древнего Востока должен знать каждый образованный человек. Это не потому, что я рекламирую то, чем я занимаюсь, это на самом деле так. Беда состоит, конечно, в том, что историю Древнего Востока, как введение в историю, всегда читают на первом курсе, когда человек еще не в состоянии даже воспринять это все и понять. Поэтому, наверное, следовало бы такой вот читать этот курс, как введение ко всеобщей истории, конечно, но где-то на четвертом-пятом курсе читать еще вот такой вот теоретический курс, который я вам вкратце сегодня излагаю. Это очень важно. Так вот, с религиями дело обстоит следующим образом. Историю Древности следует разделить на два периода. Раннюю Древность и Позднюю Древность. Ну, я не стану донимать вас объяснениями, чем отличается Ранняя Древность от Поздней Древности, а мы перейдем последовательно к религиям. Так вот, религии ранней древности – это религии, которые называют ритуалистическими. И это религии сил природы, стихий и так далее. Любая из таких религий, вот боги любой из таких религий – это воплощение сил природы, в основном бог неба, бог грозы, бог солнца, бог луны, бог земли, бог воды и так далее. По этой причине, и еще потому, что они происходят из древнейших доисторических религий, их называют естественными религиями еще. Это естественные религии. В первом тысячелетии до нашей эры начался грандиозный переборот в культуре, психологии, идеологии. Это то, что знаменитый немецкий философ Ясперс называет «осевым временем». Осевым временем он называет это потому, что это время как бы определило собой и указало все дальнейшее развитие человечества. Что произошло в эпоху этого оси-болуприняемого? Изменилось самосознание человека, представление о себе. Что это значит? Человек ранней древности не рассматривал себя как единственную, единичную, неповторимую личность. Таким, так сказать, самоценную личность. Он был членом неотделимой части своего рода, своего племени, своего государства. Поэтому сам по себе он не имел никакого значения. Конечно, человек очень рано стал задавать себе вопросы, очень трудные вопросы. С тех пор, как человек осознал, например, что он смертен. То есть, вернее, еще раньше, наверное, мы двинемся дальше назад. С чего, собственно, начался человек? Когда вот эта самая обезьяна стала человеком? Как вы думаете? Начиная с какого момента? Когда начался человек. Ну и что? И сейчас есть много наземных обезьян. Вот гориллы живут на земле, они не живут на деревьях. Но они обезьяны. Когда речь стала, когда уже осознанно? Осознанно это такое слишком общее. Человек, по-видимому, стал человеком тогда, когда он стал понимать, ну, по-своему еще, если мы сейчас спорим об этом, когда он стал понимать, что есть такая вещь, как время. Время. Почему это было так важно? Почему именно время? Ну, потому что без представления о времени вообще невозможно логическое мышление, да? Невозможно отделять причины и следствия. Конечно, тут были ошибки, знаменитая астрологическая ошибка после этого, значит, из-за этого, или по причине этого и так далее. Но без представления о времени никакого мышления быть не может. Начало мышления — это представление о времени. Неважно, что человек, конечно, представлял себе это очень смутно. Мы и до сих пор, физики до сих пор спорят о том, что такое время. Но это не мешает, в общем, жить рядовому человеку. Ну, примерно то же самое было, скажем, до XIX века, когда была создана наука термодинамика, никто не знал, что такое температура. Что такое здесь? Что за штука такая температура? Но это не мешало пользоваться этим словом, пользоваться температурой, и создавать приборы для измерения температуры. Градусник был изобретен задолго до того, как физики объяснили, что такое температура. И мы с вами пользуемся часами, совершенно очень смутно представляя себе, что такое время. Мы до сих пор толком этого не знаем. Но это не так уж и важно. Важно, что вот есть последовательность событий. Это для нас важно. Что это в сущности, это пусть физики об этом заводятся, не нашего умодел. Так вот, и в связи с этим человек додумался на очень многое. В частности, из-за того, что он смертен. Что он непременно умрет. Он стал понимать, что есть такое течение времени, которое порождает такие малоприятные явления. И этим человек отличается от животного. Животное живет здесь и сейчас. Животное живет вот в эту секунду. Оно не знает ни прошедшего, ни будущего. И маленькое отступление. Вот все пишут о том, что когда-нибудь будет достигнуто бессмертие физическое человека. Ну, все, что может быть изобретено, будет изобретено рано или поздно. Но мы перестанем быть людьми тогда. Это будут уже не люди. Что я не хотел бы для себя этого. И вам не советую. Так вот, конечно, человек стал размышлять, что он такое, что он собой представляет. И что такое смерть. И что его ожидает после смерти. Потому что представить себе такую абстракцию, как небытие, человек не мог. Ну, конечно, да и мы с вами еще не можем тоже. Вот отсюда и возникают религии. И отсюда возникает миросозерцание, миропонимание, которое можно было бы назвать эпическим миросозерцанием, мироощущением, эпическим мировоззрением. Согласно этому мировоззрению, оно выражено в древних эпосах. Человек рождается для того, чтобы вот снискать себе бессмертную славу. Это дает ему определенную степень бессмертия. Потому что пока человека по ним упоминают по имени, он не совсем умеет. Ну, это связано с особыми представлениями об имени. Для нас имя это просто обозначение, а для древних имя это такая особая совершенно вещь, которая вот определяет существование человека. Значит, пока его называют по имени. Вот есть надпись на египетской гробнице. Прохожий, прочти слух, мое имя написано на этой гробнице. И я буду еще жив. Человек, французский гиптолог, который издал это, сказал, «Подумайте, мы ведь до сих пор и произносим это имя, значит, он еще жив». Его представление. Так вот, идеалом является героическая жизнь и славная смерть человека. Очень интересно. Возьмите, вот филологам я особенно это рекомендую, возьмите старые древние эпосы «Илиаду», «Одиссею», «Гильгамеша». Ну, разных времен. Архаические эпосы ведь есть и поздних времен. Ну, скажем, там, «Деовульф», древнеанглийские эпосы. Это. Герои этих эпосов в совершенно одинаковых выражениях, что совершенно потрясает. Говорят о своей вот бестрепетности перед лицом смерти, своей готовности совершить славный подвиг, чтобы потом его воспевали в песнях. Вот в «Илиаде» есть такой эпизод, простите, в «Одиссея». Вы читали, кстати, «Илиаду» с «Одиссеей»? Надо гуманитарным людям читать. Вот «Одисей», странствующий «Одисей», видя бед нищего странника, приходит под дворец одного царя. Его, по обычаю, его приглашают на пир. И на пиру певец поет песни о Троянской войне. «Одисей» вспоминает своих погибших соратников. Он не может держать слез. И царь, увидев это, обращается к нему с такой речью. «Отчего ты так плачешь? Зачем так печально слушаешь повесть о битвах Данаев и Трои погибшей? Им для того не спаслали и смерть, и погибельный жребий боги, чтоб славною песнь стали они для потомков». Вот это вот и есть выражение этого самого эпического идеала. И Ахилл говорит, что конечно, он знал, что его ожидает ранняя смерть, но зато мои друзья насыплют надо мной высокий курган, а певцы будут жить обо мне. Но недостаточность этого идеала тоже была понятна очень рано людям. Потому что скучная жизнь в загробном мире, в царской теней. Там в Одисее же есть этот эпизод, когда Одиссей вызывает из Аида, из подземного царства, тень Ахилла. И Ахилл говорит ему, что он почел бы быть паденщиком на земле, чем царем над тенями в подземном царстве. Ну, какие из этого находили выходы? Ну, разные появились представления о перерождении, о том, что душа вселяется в новое тело, представление о том, что существует рай и ад в зависимости от того, как от твоих заслуг или принадлежений, и так далее, и так далее. Вот это все было оформлением представления о человеческой личности. Вы кто-нибудь из вас Библию вообще читал когда-нибудь? Нет? Нет, конечно. А? Читали? Читали. Книгу Иова читали? Читали. Вы помните, что там случилось, да? Там такая история, значит, для тех, кто не читал. Господь Бог, так сказать, как бы заключил пари с сатаной, что Иов вытерпит все несчастья и останется верным Господу Богу. Иова постигли ужасные бедствия, он лишился своего имущества, у него умерли все его дети, у него умерли все его жены, кроме одной старой жены. ну вот, вот он сидит на мусорной куче, к нему приходят его друзья его утешать и так далее. Ну, потом, значит, вот за его веру и за верность Господь Бог дает ему новое богатство, новых жен, новых детей, и все прекрасно. Ну, а с точки зрения современного человека, все ли прекрасно? А что же он, о тех детях не тоскует? Да, не тоскует, потому что Бог дал, Бог взял, а там наоборот, Бог взял, Бог дал, другим, все в порядке, все взаимозаменяемы. Хотя это довольно позднее сочинение, я еще потом, если у нас будет время, к нему вернусь. Так вот, появляется совершенно новое представление о человеке и человеческой жизни и долге человека. Между прочим, вот что такое кровная месть? Кровная месть она как раз проистекает из представления о том, что все люди одинаковые, все люди взаимозаменяемы. Если кто-то убил моего брата, то я совершенно не обязательно должен убивать этого убийцу, я могу убить его дядю, например. Это даже лучше, если этот дядя занимает более высокое положение. Даже это будет более короткое, более такая изысканная месть. Почему? Да потому что все равно человек за человека. и все. Но вот это представление, которое постепенно нарождалось о неповторимости каждого индивидуального человека, оно привело к возникновению новых религий. Религий осевого времени. Эти религии называются религиями этическими, потому что в них на первый план выступает те религии ранней древности они назывались ритуалистическими, потому что главным был ритуал. И грех был нарушение ритуала. А в этих религиях грех это этический проступок они называются повторяю этическими религиями. грех